Если вы сели за руль в алкогольном опьянении, то это может привести к очень плачевным результатам. Конечно, все мы люди, многие могут расслабиться, но для этого есть друзья-водители или служба перевозки пассажиров. Просто не садитесь сами за руль и всё. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения у нас регламентируется в статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, наложение взысканий в виде лишения от 1 до 1,5 лет, а так со штрафом 30 тысяч рублей. С 1 июля прошлого года, 2015 года, у нас те граждане, которые сели повторно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будут привлекаться уже по уголовной статье 264 прим. 1. Половина дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пьяных водителей. Несмотря на то, что законы ужесточаются, статистика неутешительная. Допустимая норма на данном этапе 0,16 мг на литр или 0,32 прим. Исследование выдыхаемого воздуха в анализаторе, проводится на два этапа. То есть с интервалом 20 минут человек продувает первый раз, результат фиксируется, и через 20 минут человек продувает повторно. Наша съемочная группа решила провести эксперимент – попробовать сбить с толку анализатор алкоголя. Уважаемые водители, если вы попали в алкогольном опьянении, и алкотестер показал положительный результат в два раза, то обмануть его вы никак не можете. Не надо вводить в заблуждение специалистов, что вы принимали лекарства на спиртовой основе. Прямо сейчас выпью лекарства на водно-спиртовом экстрате, и мы посмотрим, что выдаст анализатор алкоголя. Анализатор алкоголя показывает 2,870 мг на литр и 5,74 промиль. Затем я ополаскиваю рот водичкой и снова дую в трубку. 0,155 мг на литр и 0,31 промиль. Прошло 20 минут, и врач снова просит меня дуть в трубку. Сейчас результат 0,00 мг на литр, 0,00 промиль. Выдыхаем воздух, это 0,00 нет. Через 20 минут кассирование показало, что всё-таки человек принял лекарственный препарат. Всем зелёного света не садитесь за руль пьяными. Это спасёт вашу жизнь.